Для того, чтобы проиллюстрировать, как это работает на самом деле, давайте разберем, как работает уязвимость переполнения буфера. Это та уязвимость, которую часто используют хакеры для того, чтобы взломать сервер. Давайте проиллюстрируем это на следующем примере. Пусть у нас есть три функции, foo, bar и main, и внутри main мы вызываем только функцию bar. Если посмотреть на этот код, то видно, что нигде функция foo явно не вызывается. То есть не предполагается, что эта программа как-то вызовет функцию foo. Но мы постараемся произвести атаку на эту функцию, на функцию bar, таким образом, чтобы при выходе из этой функции вместо возвращения в функцию main вызвалась функция foo. Как мы это сделаем? Для этого мы воспользуемся тем знанием, что при вызове функции на стек складывается адрес возврата. И попытаемся в функции bar переписать этот адрес, то есть заменить его каким-то другим, ну каким-то другим, адресом функции foo. То есть вместо того, чтобы вернуться и продолжить выполнение функции main, наша программа начнет выполнять функцию foo. Для того, чтобы это реализовать, нам нужно попытаться обратиться к памяти, которая не принадлежит нашей функции. Для этого используется следующий трюк. Давайте определим массив размера 1. Здесь я немножко забегаю вперед, потому что мы еще не поговорили про массивы и про указатели, но... На качественном уровне понятно, что происходит. То есть мы создаем маленькую переменную размера 1, то есть которая соответствует переменной d здесь, и обращаемся за границей этого массива. В данном случае мы обращаемся к четвертому элементу, то есть элементу с номером 3, который находится где-то выше по стеку. И я так подобрал это число 3, что именно на 3 ячейки выше находится адрес возврата. В зависимости от вашего компьютера, от вашей операционной системы, компилятора, тут могут быть разные числа. То есть если хотите повторить это сами, то вам придется подбирать немножко, но число скорее всего будет маленькое. Соответственно, что произойдет? Я обращусь к этой ячейке, которая мне принадлежит, и эта ячейка будет соответствовать адресу возврата. И запишу сюда вместо адреса внутри функции main, запишу туда адрес функции foo. Значит, вот это выражение соответствует адресу функции foo. Соответственно, когда функция bar закончит свою работу, управление передастся не функции main, а функции foo. Давайте проверим, что это действительно работает. Для этого мы скомпилируем эту программу. И запустим. Как мы видим, программа вывела слово hello. Слово hello соответствует запуску функции foo. С одной стороны, не предполагалось, что функция foo вызывается в этой программе. С другой стороны, мы заставили эту программу вызвать эту функцию. Заметим также, что программа закончила выполнение с ошибкой. Это происходит из-за того, что мы нарушили логику выполнения программы, мы немножко подпортили ей стек. Но, тем не менее, мы добились своей цели. Мы запустили необходимую функцию. На практике, если вы хотите сделать что-то плохое, или хакер хочет сделать что-то плохое, то, конечно, у него нет доступа к исходному коду. Он не может поменять его. Но, тем не менее, он может при помощи reverse engineering или при помощи доступа к исходным кодам, если это открытые программные обеспечения, узнать, что, например, в каком-то месте не проверяются границы массива. И посмотреть, каким образом в это место выпадают данные, и, соответственно, сформировать некоторый, например, http-запрос, который бы приводил к тому, что в массив меньшего размера записывается строчка большего размера. При этом в этом запросе, специально формированном, за границей массива лежали бы какие-то специальные данные, которые как раз перепишут адрес возврата и приведут к тому, что сервер сделает что-то не то, что от него ожидают. Именно поэтому очень важно при написании программ всегда проверять, что вы не выходите за границей массива.